Девчонки, всем привет! Сегодня хочу вам показать удел всех мастеров ногтевого сервиса в летние сезоны. Этим ногтям 5,5 недель. Очень долго собиралась их переделывать, но как-то все не доходили руки. Они очень отросли, уже мне некомфортно и никогда не позволяйте своим клиентам ходить такое время с покрытием. Объясните им, почему покрытие нужно переделывать каждые 3 недели и объясните им, что лучше покрытие не перенашивать, так как это вредно для их ногтевой пластины. Итак, для начала снимаем, как всегда, фрезой кукурузы аккуратно гель-лак. Здесь снимается гель-лак немного дольше, потому что здесь у меня 2 или 3 слоя топа, я уже даже не помню. Здесь у меня были интересные такие паеточки в форме сердечек и кружочков. Их я отковыряла сама в надежде на то, что скоро я сяду делать все-таки себе маникюр. Но так и проходило с ними еще, наверное, дней 5. Снимаем я на максимальных оборотах, как всегда. Кто смотрел мои предыдущие видео, знает. Видите, ногти у меня даже уже начали клевать вниз. И убираю длину, чтобы много потом не сидеть и не пилить пилкой. Изнутри тоже убираю лишний материал. Итак, спилила я все свое покрытие, наконец-таки. На торцах оставляю совсем минимальную толщину базы, чтобы впоследствии при покрытии они не выглядели у меня очень толстыми. И сейчас будем с вами рассмотрим форму, длину ногтей точнее. Указательный и безымянный палец должны быть одинаковыми. Средний должен быть чуть больше по длине. Большой палец на ваше усмотрение. И мизинчик должен быть чуть поменьше этих ногтей. Покажу вам на одном ноготке, что делать, если у вас ноготь клюет так же, как у меня. Очень часто это бывает с указательными пальцами. Итак, берем пилочку. Я пилю 180 грит, чтобы не пилить очень долго. Видите, ноготь у меня провисает. Уже вот эти уголочки, они не параллельны моей продольной арочке. И я сейчас попробую показать вам, если получится, конечно, как я это делаю. Итак, я подставляю пилку до точки вроста под низ ногтя. И пилю параллельно своему ногтю. Упор делаю конкретно на уголок, который провисает. И когда у меня точка вроста сравнивается с уголком ногтя, видите, то, что провисает, я убираю. Но форма у меня от этого не портится. То же самое делаю с другой стороны ногтя. Опять-таки повторюсь, что упор у нас идет именно на уголок нашего ногтя, чтобы не испортить нашу форму квадрат. И подпиливаем торец перпендикулярно ногтю. Тоже сделаю с остальными ноготками. Сравняю их по длине, чтобы мне было удобно. Не заваливайте пилочку никогда ни вперед, ни назад. Если вы сидите сверху, вы должны строго смотреть в ребро пилки. Иначе у вас будут провалы в форме, и будет это очень некрасиво. Итак, опилила форму на всех своих ноготках. Чтобы у меня углы не были острыми, я пару разочков вот так из-под низа прохожусь, чтобы не испортить форму жесткий квадрат, но и в то же время углы не были очень-очень острыми. И они мне не мешались в работе. Страхиваем пыль и делаем маникюр. У меня кутикула достаточно прилипшая, и я отодвигаю ее апельсиновой палочкой. А пушером работаю только в том случае, если мне нужно приподнять кутикулу. Работаем сегодня вот такой фрезой со сменой реверса. На каждой машинке существует два режима – форвард и реверс. Сейчас мы работаем в режиме форвард. Аккуратненько, от середины ногтя, отодвигая валик, мы двигаемся к синусу. И почаще стряхивайте пыль, чтобы вы видели, что вы пилите. Девчонки, кто плохо владеет аппаратом, объясню. Видите, как у меня фреза лежит, я на нее не давлю, и как только я вхожу в синус, я ее приподнимаю, чтобы не поранить как раз-таки в синусе. Знаю, что у многих мастеров есть такая проблема, что как раз-таки, когда они пилят, из-за того, что вы не поднимаете фрезу, вы пропиливаете синус. Еще раз покажу. Дошли до сюда и подняли фрезу. Опять стряхнули пыль. Посмотрели. Еще немножечко поработаю в синусе, потому что это очень сложное место. Чистого покрытия, без чистого маникюра не получится. Поэтому маникюру я всегда уделяю особое значение. И трачу на него больше всего времени. Переключаем режим. Да, девчонки, хотела рассказать. Кто мало знаком с аппаратом, просто смотрите, когда вы обрабатываете левую сторону, то машинка должна крутиться вправо. Фреза, точнее. А когда вы обрабатываете правую сторону, то дна должна крутиться наоборот, против часовой стрелки, то есть влево. Чтобы кутикула не заворачивалась, а как бы выворачивалась снаружи, чтобы вам легче было сделать срез. Вот я закончила маникюр. Есть, конечно, маленькие недочеты, но сейчас мы выполним срез ножничками. Я покажу, как я их держу. У меня безымянный палец в кольце и большой, а два у меня ведущие. И ножницы полностью в моем подчинении находятся. Мне очень удобно так держать ножницы, и я считаю, что это самый удобный захват. Лично для меня. Всегда работала ножничками, никогда не пробовала работать кусачками, и даже не хочу, потому что ножницами вот эти аккуратные колбаски они избегают появления, предотвращают, точнее, появление заусенцев. Мне очень нравится делать срез ножницами. Если остались какие-то небольшие недочетки, я их обрезаю. И сейчас мы видим вот здесь некоторые нюансы, которые мы не доделали. Сейчас мы их все доработаем немножко фрезой. Заодно приподнимем немного кутикулу и увеличим карман. Рабочая часть фрезы только носик. Пузиком мы шлифуем боковые валики и все остальное. А когда вы работаете непосредственно в кармане или, как сказать, в кутикуле, то вы работаете только носиком, потому что я знаю, многие девочки вот, например, на курсах спрашивают, как далеко можно засунуть фрезу. Только носик. Все, больше ничего. Иначе вы пораните клиента. Лучше не допилить, чем перепилить, как говорится. Самое главное, это не испортить свои ноготки. Я делаю покрытие себе уже 3 года без перерыва. И если я сейчас все стьму, у меня будут обычные мои ногти. Не хуже и не лучше. Увеличилась только длина ногтевой пластины. Итак, сделали мы маникюр, брали пыль, обезжирили, нанесли бондер. И сейчас мы будем работать базой Мистик. Вот такая кисточка у меня удобная в чехле. Она у меня уже очень долго служит в сравнении с другими кистями. Базу я открываю всегда вот так. Фольгу оставляю для того, чтобы меньше попадало у ультрафиолета. Не знаю, может быть, это, конечно, мое заблуждение, но мне почему-то кажется, что база так не густеет. Потому что, наверное, кто работает в больших объемах, замечали, что когда открываешь базу, она жиже и лучше распределяется по ногтевой пластине. А потом, с прошествием времени, ваша база начинает загустевать и уже теряет свои некоторые свойства. Итак, наносим первый слой тоненький. Он у нас скользящий для того, чтобы база лучше распределялась по поверхности, чтобы она текла. Берем небольшую каплю, ставим ее на 1 третью часть от кутикулы, тянем вверх и потом протягиваем вниз до свободного края. И просто остаточки материала распределяем. Эта база мне тоже нравится. Я люблю пробовать новые базы, новые материалы. Меня всегда вдохновляют, так сказать. Выполнили выравнивание. Я уже сняла на некоторых ноготках липкий слой и на указательный палец нанесла базу Milk от торговой компании Look Nail. Посмотрите на Apex ногти. На торце материала практически нет. Носится все отлично. Девчонки, мне очень нравится. Вот такой красивый цвет от Nail Passion. Не знаю, что случилось в моем видео. Вы можете посмотреть. Это яркий-яркий флюоресцентный цвет, желтый-зеленый. На видео он какой-то желтковый почему-то получился. Пыталась поставить фильтры, исправить как-то ситуацию, но ничего не получилось. В общем, вставлю обязательно фото. Главное, смотрите на него и там будет видно какой-то цвет на самом деле. Но на мою работу это никак не повлияет. Так, наношу гель-лак первым слоем тоненьким. Кстати, девчонки, когда покупала этот лак, в принципе, у меня много неоновых гель-лаков и все они ложатся очень даже хорошо в два слоя. Но этот гель-лак лег в три слоя и то еле-еле, и то последний слой был толстоват с таким выравниванием. И у меня все равно остались какие-то недочетики, как по мне. Поэтому я бы к покупке его не рекомендовала. Вот и все. Аккуратненько наносим. Если где-то есть что-то, подкрашиваем тоненькой кисточкой. Уже покрыла этот ноготок топом. Сейчас сделаю все оставшиеся желтенькие и приступим к дизайну. Итак, здесь у нас будет геометрия на молочной базе, черная, с серебряными блестками. Геометрия вообще это не особо мое, так скажем. Я больше по флористике, по цветочкам, по всяким таким плавным линиям. Мне не очень люблю рисовать вот эти все прямые линии, четкие, одинаковые. Вообще геометрия это достаточно сложный для меня лично дизайн. В исполнении я его делаю долго. А уж на себе тем более. Итак, я сначала всегда отмечаю центр ногтя. И если где-то есть линии центральные, я всегда ставлю точечки в этих местах, чтобы моя геометрия не поползла ни вправо, ни влево. И сейчас расскажу несколько секретов, как нарисовать геометрию. Я рисую гель красочкой, кисть у меня смочена, но на ней нет никогда капли. Сейчас мне не важно, будут ли мои линии очень яркими, потому что потом я все равно буду обводить это все еще раз. Мне сейчас главное наметить рисунок. Некоторые это делают карандашом, я делаю это сразу гель лаком. Если вы видите, что у вас, например, половина геометрии получилась, просушите ее, потому что если у вас вдруг не получится, вам придется стирать все и делать все заново. У меня такое бывает. Поэтому я стараюсь, ну, конечно, не каждый элемент, но много элементов, когда сделали 2-3 элемента, старайтесь просушить, чтобы ничего не испортить. рисую вот такие тоненькие линии, как бы намечая, где у меня будет мой дизайн, как он будет проходить, даже ничего, если они немножко скривились на первых этапах. Так вот, смачиваю кисточку, на ней обязательно не должно быть капли, но она должна быть с материалом. Обвела еще разочек, без камеры, чтобы было получше. блестки у меня лук-лак номер 201, вот такие серебряные, похожи на блестки от акцента, от люксио. Это все-таки гель-лак, а не гель, поэтому они немного жидковаты, мы их будем делать в 2 слоя нашей геометрии. Элементы достаточно маленькие, а блестки, они все-таки крупные, точнее, это не блестки, а фольга, фольгированные гель-лаки. Они, я бы даже сказала, что мы не закрашиваем больше, а заполняем, то есть распределяем внутри нашей геометрии эту фольгу. Можно такую фольгу сделать самим, смешать топ без липкого слоя с хлопьями юки. Получится, в принципе, то же самое, просто на это нужно отдельное время, а у мастеров времени, как вы знаете, нет. Итак, распределяем блестки, смотрим, чтобы не было пробелов, все я это перекрыла топом от Мистик. У него хороший глянец, мне нравится, как он носится. Вот такой маникюрчик у нас сегодня получился. Перед фото еще маленький секретик, натягивайте кутикулу на ноготь, вот так, как я сейчас показываю, потому что вы ее приподняли настолько, насколько это возможно, когда вы делали маникюр. А когда вы будете фотографировать, вы просто ее притягиваете обратно. Видите, торец не тоненький у нас получился, вот такие аккуратненькие ноготочки. Девчонки, если хотите увидеть фото моих работ, добавляйтесь ко мне в Инстаграм, всем отвечу, помогу, чем смогу. А сейчас маленький лайфхак. Если вам нужно заполнить или нарисовать линию такими блестками, просто положите на салфетку немного гель-лака. Салфетка впитает все, что прозрачное, а вот этот глиттер, блестки, они останутся. И вам будет проще закрасить вашу геометрию или выполнить какие-то небольшие элементы, чтобы не было лишней толщины. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!